Следующую демонстрацию мы проводим во дворе музея оптики, поскольку хотим показать свойства призмы дифракционных решеток при их освещении солнечным светом. Вот вы можете видеть, что мы практически специально приготовили такой узкий солнечный луч, падающий под определенным углом, и тот самый экран на Земле, на котором мы попробуем поймать разложение света, в первую очередь призмы. У меня в руке треугольная равносторонняя призма из хорошего диспергирующего стекла, и я буду направлять солнечный свет на входную грань, он будет внутри преломляться параллельно основанию, выходить из выходной грани, и я постараюсь, чтобы он попал как раз на тот экран, который вы наблюдаете. Итак, ну вот, собственно, мы сразу попали в нужное положение. Значит, сейчас у вас видно, что относительно первоначального направления красные лучи отклонились меньше, чем сине-фиолетовые. Это, собственно, подтверждает нормальную дисперсию в стекле. А кроме того, вот этот угол, который сейчас я установил, он примерно соответствует углу минимального отклонения, по которому, собственно, проводят измерения показателя преломления призмы. Сейчас я немножко покачаю призму относительно солнечного света, и вы увидите этот эффект. Вот я из этого положения начну поворачивать призму, в данном случае по часовой стрелке, и вы увидите, как будет перемещаться цветной блик сначала вперед. Здесь он замирает, это как раз и есть угол минимального отклонения. И дальше я продолжаю поворачивать туда же, а свет пошел обратно. Вот это как раз и есть угол минимального отклонения. Кстати, зафиксировать его можно очень просто. Вот этот блик бесцветный от основания призмы как раз пересекает цветной спектр в тот момент, когда реализуется угол минимального отклонения, симметричный ход луча. Еще раз. Вот у нас мы двигаем призму в одну сторону, а луч разворачивается. Ну, хорошо виден весь действительно солнечный спектр через красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все цвета, которые, собственно, в солнечном спектре и содержатся.